О карме. Что ты думаешь о карме? Есть она? Существует она? Или же все это выдумки? Ну, некоторые считают, что все фатально, предрешено. Но тогда странно, если так думать, что все предрешено, то в чем тогда свобода выбора человека? А мне кажется, что самое главное, что дал Господь людям, это возможность собственно выбора. Но и думать, что абсолютно нет каких-то таких знаковых событий, которые в жизни человека происходят, что все решаем только мы, тоже глупо. Так какое же процентное соотношение нашего выбора с теми событиями, которые нам суждено пройти. Я думаю, так. Точнее, я согласна с предположениями одного автора, которого мы сейчас читаем. Кстати, советую вам. Называется книга «Империя ангелов», «Империя ангелов», «Вернард», «Верберг». 25% это родовые программы. Это то, что мы, как в народе говорят, дети отрабатывают грехи родителей. А может быть, не грехи, может быть, и какие-то вполне себе прекрасные качества, характера и всего остального, что есть в нас, воля. Ну и, конечно же, родовых программ. Что такое родовые программы, я надеюсь, вы знаете. Если не знаете, напишите, я обозначу вам, чтобы мы в терминологии, скажем так, сходились. 25% это карма. Это то, что нужно, то, какой опыт надо в нашей душе получить и какие уроки пройти. Почему? Потому что есть предыдущие воплощения. О предыдущих воплощениях вам может очень много рассказать регрессия. И 50% это свобода нашего выбора. Мы определяем самостоятельно, куда нам идти, что делать, с кем общаться и где бывать. Вот, например, то, что я сейчас нахожусь в такой сказочной, красивой республике Коми. Вы видите, помогите. Можно даже посмотреть. Вот, знаете, вот это аэропорт. Видите? Кажется, что мы просто где-то во дворе. Я вот, честно, ни одного аэропорта в мире такого больше не видела. Мы провели дом буквально в 50 метрах от входа в аэропорт. там, кстати, написано первые арктические дельфийские игры, которые мы вчера закрыли торжественно. И это было феерично на самом деле. И вот это как раз те самые 50% я сейчас выбрала быть здесь. И это прекрасно. А вот, кстати, встреча моего мужа это скорее кармическая история. потому что сколько мы разговаривали, вот все обстоятельства складывались таким образом, что мы в принципе никак не могли сойтись, даже пересечь все в нашей жизни. Мы очень много лет ходили Зайц, не ходи, ты хрустишь снегом. Ты неужели не понимаешь, что тебя сложнее, чем меня? Что мы ходили одними дорогами по одним и тем же местам, но не встречались. А как это воспринимать, то ли мы должны были раньше встретиться, то ли мы должны были встретиться именно тогда, когда мы должны были, когда мы встретились, сложный вопрос. Но то, что нас судьба постоянно сводила, это факт. Хотя по своим характеристикам мы абсолютно разные люди. Вот удивительно. Так вот вопрос, что такое наша жизнь? Выбор или фатализм? карма? Или все-таки мы сами вершим свою судьбу? Можем ли мы разорвать круг сценариев родовых программ? Или должны соответствовать ему течение нашей жизни? Любопытно! Редактор субтитров